Так, здравствуйте еще раз наши ребятишечки, ребяточки, девочки, мальчики. Значит что, приехали мы уже, съездили мы уже в центр, закинули письмо в ящичек и думали вернемся домой, но решили зайти в Lidl. Подумали, что будем готовить на выходные дни. И борщ. Давно у нас не было борща, также мы заметили, что нам в комментариях писали, сделайте борщ, сделайте помпушки, сделайте настоящий украинский борщ. У нас на канале где-то был рецепт борща, но мы его повторим именно подробно. Да, мы много раз снимали видео, если не помню, с борщом. Да нет, не много. И захотелось именно борща, потому что я уже не могу, я не могу каши долго есть. Требует организм, теперь после супчика борща надо. Поэтому решили вместе с вами приготовить борщ. Сейчас мы сделаем вместе с вами распаковку. А завтра вы сможете с нами посмотреть на нашем ютуб канале, может он не подписан, подписывайтесь, пожалуйста. И посмотрите, как мы готовим борщ. А сейчас мы покажем вам распаковку. Распаковка. Пакунг, как же я забыла это слово, я сейчас сегодня о тебе говорила. Анпакунг. Пакунг, походу да. На немецком, не важно. Лидл, значит, были мы в центре и сходили в магазин Лидл. В Лидл мы попадаем крайне редко, поэтому, да. Так, что же взяли в первую очередь, да, хлебушек. Хлебушек нам нужен к борщу. Логично. Потому что с мясом к борщу... Пампуски мы не будем делать дело. Пампуски, Аня уже сказала, когда мы приехали домой, я говорю, спасибо, Аня. Потому что вчера я должна была жарить эти кабачки. И что вы думаете, начала я жарить, не замариновала, господи. Посолила, покричила. Посолила, покричила, да. И смотрю, муки нет. Уже начинаю жарить, типа, надо мука, ее нету. И сегодня тоже уже приехали, Аня говорит, пампуски, ребята, там писали в комментариях. Поэтому извините, кто этот, в следующий раз, конечно, с удовольствием приготовим, мы только с радостью. Так что в следующий раз приготовим с пампуски. Ну так, значит, вот. Хлебушек в Лидл стоит евро 60, если не ошибаюсь. Да. Дальше, смотрите, что я хочу сказать. Мясо в Лидле. Самое выгодное в плане веса. 800 грамм. 6, сколько? До 7 евро. 65,99. А, 6 даже. Вообще выгодно. Вот мы брали в Альде, вот такое вонючее попалось, ну, видимо, этот, кабана. Кабана, а не свинья, именно кабанечка. Ну, свинья, кабана. Ну, короче. Для борща подойдет, ничего страшного. Лидле реально мягкая свинина получается. Настырь, вот, которая сделала, рецепт мы не снимали, но это было нереально вкусно. Не в борще, когда ты его запекала в духовке. А, тогда, да, вкусно было, да. Ну, сейчас... Отличается мясо, не знаю почему, но отличается. Тадди, и Лидл, и РВ. Ну, сейчас мы уже не можем... А, как вам позволить? Ну, давай, ну, короче, Настя. Ну, либо я пошла, либо давай сама снимайся. Ну, не может дать мне ни слова сказать. Зачем тогда я? Я говорю, давай поставим штатив и... Ты снимайся сама. Нет, снимай ты и разговаривай. Тогда договорить. А, говори. Не можем позволить мясо по-французски, как тогда. Поэтому просто на борщ взяли. Сейчас по-французски будем. Давай, короче. Перец нам понадобится... Перец мы взяли... Ну, потому что там по скидочке, во-первых, плюс. Евра 11. Да. 100 грамм. Так. 500 там? Да. Так, укроп. Я не знаю сколько. За 25 грамм... 25 грамм. 700 центов. Дорого укропа. Так, минеральная водичка вот такую взяли. Пусть тоже 1 евро. Блин. Ой, нет. Ты что? Поставь ее подальше. Так. Это нам понадобится тоже будем готовить. Но это не сегодня, это уже не знаю. Может, в субботу приготовим. Капуста останется у нас. Это я, Настя, объяснила. Дала они идею, потому что реально капуста... Вот сколько я слышу, есть даже приколы в инстаграме выставляют, когда у хозяев дома остается капуста. Они уже не знают, куда ее идти. Она просто гниет там в холодильнике. Поэтому мы решили, что сделаем капусточку с курицей. Томатная паста остается. Тушеная капуста. Да, тушеная капуста обычно. Тоже может видео с ним. Кому интересно будет, напишите. Приготовим вместе с вами. Но это уже, я думаю, в субботу, воскресенье. Вот самая капуста, кстати. Нигде ее не было. В РВЕ нету, Вальде нету, НЕТА нету. А в Лидл мы нашли ее. И нашли в Лидле еще буряк. Это находка. Да. Буряк сейчас покажем какой. Смешной буряк. Да, буряк смешной. Так, сейчас я дойду до буряка. Ой, не помнишь, да, сколько капуста стоит? Нет. Ну, дороговато, по-любому. Картошка хотели поменьше взять? Нету в Лидл. Там такая только картошка была. Зачем нам поменьше? Ну, да, с Катей имеем в плане. Так, конечно же. Борщ, да, едят в классике в Украине. Сметанка, сало, лучок зеленый. Там, петрушечка. Цебулька. Цебулька, так. Все выкладывается красиво. Ну, я сметану говорю, вот о какой она есть. Я ее ем, но им, если, знаете, вот, ну, я не знаю, есть ли тут в Германии именно вкусная сметана. Мы как-то брали к драникам, нам не понравилось. Поэтому, да. Поэтому мы заменяем майонезом. Тоже неплохо. Тоже много кто едят с майонезом, советуют. Так, вот, взяла, значит, такую томатную пасту. Ой, вы бы видели, какой у нас с Настей был спорт за эту томатную пасту. А, да. Я потекла? Нет, 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 вода. Я ей говорю, это специальный соус, 100% нет, 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 и все. Вот, смотрите, это косточки томатной пасты. Да, у нас в Украине более густая паста. В общем, напишите, да, я скажу. Ну, реально уже невыносимо просто. Окей. Напишите, пожалуйста, это специально для приготовления каких-то итальянских, блюд, именно соус какой-то, с добавлением там каким-то, там, мне кажется, лук есть, либо это там одна паста. Потому что я прошла везде и посмотрела, что везде были с базиликом, была паста. А там лук, ты что, не видишь? Где лук? Ну, присмотрись. Нет, тут ты что? Вот кусочки лука, вот. Где? Это не лук, нет, это... Открой, понюхай. Этот помидор, косточки. И, кстати, быстро пропадает в таких бутылках стеклянных. Вот. И какой лук? Нету, томатная паста. Ну, да. Хорошая. Это дома выжимают, так консервируют же томатную пасту домашнюю. Сколько стоит? Мне мама так делает. Цена. Ой, евро. Дорогой, до двух евро, кстати, подорожал. Я помню, когда... Почему подорожало? Ну, томатная подорожала. Что ты мне справляешь? К чему это? Какая разница? Подорожал. Тебе нарежут. Забивай. Так, помидорки взяли. Ну, тоже потом... 69 центов акция была. По скидке, да, взяли, так, чтобы... Немножко трешить. Чесночок. Ну, можно, кстати, венки сделать. Чесночок 69 центов. Не знаю, мы увидим. Настя, давай постепенно. 69 центов. А вот тот самый буряк. Конечно же. Я как-то ожидала найти один крупный буряк. Биода написано. Да, био. Ну, биода, да. Ну, и смотрите, еще дом. Трем выбрала плохо. Плохой. Ну, ничего страшного. Скрашно отрежу. Что ж грамма? Закину, проварю, потом почище, думаю. Цена? Ой, цена тоже до двух евро. Евро 80. И все, пакет и вот колы. Баночки колы маленькой. Баночку брали. Да, маленькую колу брали. И шпроты. Шпроты взяли. Это, кстати, по ходу... Да, остановись. Можно я подновлю? А, нет, это немецкий, да. Ты думала польский? Биралшерте. А ты думала чей? Польский, да. Я думала это польский. Ну, нет, это немецкий. Не знаю, попробуем. Ну, по скидке были, думаю, разобрали. Я так подумала, тоже возьмем, попробуем. И как-то так, и пакетик, да. Пакетик порвался, блин. Пакеты останутся, поэтому можно... Нормальная закупка, заметьте, без всяких чипсов, сладостей даже нет. Ничего уже нет, как вы поняли. Нет, 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 уже нет. Ну, шпроты такой. Да, можно было сделать больше без мяса, но это вообще просто бред бредовый. Нет, это не то. Да, можно делать, но хотя бы, я всегда говорю, если вы делаете, то делайте с душой, хотя бы туда фасольки дать. Ну, хотя бы да. Гостный борщ, это надо хотя бы много, ну, не то, что много, овощей. То есть, фасоль, перец и так далее. Да, хотя бы фасольку добавлять, потому что... Фасоль для вкусного, мясом заменить. Оно ж никакое, ну, типа, я сколько знаю, обычно, если без мяса готовят, то на фасоли готовят. Мы как-то пробовали без мяса с фасолью, нам там, угощали нас. Ну, честно, это пипец. Ну, пипец, но все равно, типа, фасоль заменяет вкус мяса. Ну, я с фасолью, да, нормально. Поэтому я говорю. А так, да, мы обычно делаем вот, на свинине, с курицей редко делаем. Нет, можно приготовить вкусное и без мяса. Это я не спорю. Но именно тот, что мы пробовали... Ой, не хочу. Не хочу, да. Ну, вот я так хочу с Аней. Я так говорю, Аня, блин, я так хочу заснять видео именно на природе, знаете, украинский настоящий борщ. Это как мы раньше в детстве... Сейчас вспоминаю с мамой. Ну, раньше был, знаешь, у бабушки были вот такой прозан, типа, глубокий. И туда именно... Ну, я такого сейчас уже не ем, а в детстве я ела. Туда же идет как? Шмолец или как оно говорится? Да. Шмолец. Шмолец. Да, да, да. Вот на этом все делают. Раньше же так делали. Настоящие казаки так делают. Козаки. А сейчас так делают. И так делают. Но я имею в виду, что здесь, ну, в кастрюле, оно не то будет. А именно вот на природе... Не, я бы такое не ела. Ну, что, оно было бы... Я не ем писала, но и вообще все такое. Эх, ну ладно. Ну, мы сделаем тоже неплохо. Так что смотрите это видео, ребята. Напишите, как вам наша распаковка. Напишите еще раз, как у вас вообще цены Германии. Вот вы получаете, там, уходите на работу, да, у вас минимальная или средняя зарплата. Как вас устраивают цены в Германии. Сколько вообще вам хватает денег. Вот приблизительно на месяц, мне интересно, вот напишите там, количество семьи, там, людей, не знаю. Мне было бы интересно послушать. Уже мало кто писал, поэтому всегда вот мне интересно, кто здесь работает, поинтересоваться таким. А мы сейчас это все в холодильничек, я, значит, буду... Что в Германии неприлично интересоваться о доходах и тратах. Ну, это же YouTube, и мы общаемся со все своими людьми. Да ладно, это просто буду. Так что как-то на этом все, ребята. А петрушку ты не брала, да? Не, не, ты укроп взяла. Да петрушка не хотела, она плохая. Я считаю, что в этот раз у нас достойная закупка. Нет, ну да, достойная, нормально, да. Продукты останутся, поэтому и достойная, да. Там была еще курица, целая курица маринованная за 6 евро. И была курица до сегодняшнего дня, срок годности уже все. Целая, обычная, не маринованная. Закончился срок годности, там тоже 30% скидка. Тоже меня всегда удивляет, почему не 50? День в день, уже, по-моему, 50 должно быть. Мы вообще побоялись, мы не взяли, потому что, как обычно, откроем, она будет вонять, и мы ее передумали. Да, да, да. Не хочу. И была тоже скидка на крыльшки, вот эти куриные крыльшки, да. Я всегда удивляюсь, хотя дата до 18 августа, но скидка была. Вот я так удивилась, типа, хорошая была скидка на крылья страна как-то. Не, бывают скидки, конечно, хорошие. Ну, в плане рыбы, мяса, мы уже это прошли, не знаю, это надо перебирать, разве что рассматривать, потому что, ну, можно, извините, реально травиться. Было такое. Да, потом плохо. Так что, все, ребята, на этом все. Подписываемся, ставим лайк, пишем комментарии, как я вас попрошу. И мне интересно всегда, хороший комментарий. Я люблю почитать, ответить. Всегда интересуюсь, что в Германии. Также вы можете, может, не знаю, вот смотрите наш канал. Сюда показываем распаковки, и будем сейчас готовить, и не только. И показываем, что у нас вообще в жизни происходит. Так что, все, ребята, на этом все. Всем пока, до следующего. Спасибо за просмотр, пока-пока.